Далее эфир я продолжу не одна, а с гостем нашей студии, инженером второй категории отдела социальной газификации филиала Мособлгаз Юг Еленой Викторовной Ермаковой. Мы поговорим с ней о том, как в Ленинском городском округе реализуется программа социальной газификации. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Для начала расскажите, все-таки напомните нашим зрителям, что такое социальная газификация и кто может принять участие в этой программе. Программа социальной газификации направлена на то, чтобы каждый заявитель, у которого есть зарегистрированное жилое домовладение, которое расположено на землях населенных пунктов или на землях личного подсобного хозяйства, мог претендовать на газификацию своего жилого дома. А кто может принять участие в этой программе? Насколько мне известно, не все жители деревень, сел, а только те, которые относятся к населенным пунктам, да? Совершенно верно, да. Объект капитального строительства должен находиться в границах населенного пункта. Спасибо. Расскажите о том, насколько активно жители Ленинского городского округа подключаются к программе социальной газификации, насколько они в этом заинтересованы? На сегодняшний день мы догазифицировали 44 населенных пункта в Ленинском городском округе. Соответственно, количество заявок немного уменьшается, постепенно мы программу реализуем, но поток заявителей все равно есть, идет, и мы готовы к тому, чтобы газифицировать всех. Елена, расскажите, именно на это лето, на лето 2022 года, какие работы в нашем округе были запланированы и как они проходят в соответствии с планом, все ли успевают? Успеваем. По завершению третьего квартала, завершение 100%, Мособлгаз реализовал программу. На четвертый и третий квартал также имеются планы. Третий квартал, четыре населенных пункта у нас стоят, они большие. Город Видное, деревня Таболова, деревня Мисайлова и деревня Молокова. Также готова проектная документация уже, мы готовы полные силы выйти и дегазифицировать эти населенные пункты. Расскажите, насколько экономично участвовать в программе социальной газификации, насколько это полезно для жителей, сколько средств они экономят именно по сравнению с тем, что было до введения этой программы? Ну, разумеется, здесь экономия очевидна, потому что строительство газопровода до границ земельных участков заявителей абсолютно бесплатно. Мы поэтому всех призываем заявителей, кто подает заявочки, активно интересоваться, заключать с нами договор офферты нулевые. Нулевые мы их называем, потому что стоимость этого договора ноль, договор бесплатный совершенно, да, просто мы фиксируем так наши взаимоотношения с заявителем. И, соответственно, договор бесплатный, поэтому что может быть дешевле, чем бесплатно? А в границах своего участка все равно это за счет владельцев дома, я так понимаю. В среднем какая это стоимость? Стоимость определяется, здесь достаточно сложно ответить на этот вопрос, потому что стоимость определяется после выезда нашего территориального менеджера, который выезжает, замеряет длину трассы газопровода, который пойдет внутри границ земельного участка. Также смотрит, где будет выходить цоколь, какие будут использованы материалы, да, это будет полиэтиленовый газопровод или это будет сталь, какое будет оборудование устанавливаться, то есть нужно ли будет понижающее устройство. То есть стоимость коммерческой части договора, который будет внутри границ земельного участка реализовываться, она определяется после выезда нашего территориального менеджера. Елена, расскажите, к кому стоит обратиться тем, кто хочет принять участие в программе социальной газификации? Куда можно обратиться за консультацией, за тем, чтобы заключить договор? Очень много информации представлено у нас на сайте АОМО Соболгаз. Всю полезную информацию можно почерпнуть в первую очередь оттуда. Есть телефон горячей линии, по которому можно связаться, мы также оперативно ответим на все интересующие вопросы. Плюс у нас работают мобильные офисы, имеется график этих работ мобильных офисов, можно узнать в администрации, этот график уточнить. Есть офисы обслуживания клиентов, которые территориально находятся по нашему Ленинскому округу, это проспект Ленинского комсомола 1 и Подольск, Кирова 31А. Там также можно прийти и получить консультацию. Спасибо большое, Елена, за подробные и информативные ответы. А я напомню, что о реализации в Ленинском городском округе социальной газификации мы говорили с инженером 2-й категории отдела социальной газификации филиала Мособолгаз Юг Еленой Викторовной Ермаковой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!